Загадочный знак И трепетных див он назвал монологом И всех собирателей новых учений Количество в течение рек углубленных Он отправил в небесный полет Те, в конце концов, каждая из этих частей Она заполнится какими-то следами участия, скажем, да, там осталась зеленая краска немножко, но ее нужно с желтого, с желтого, ну, опять, ну, будет более, что не красить, ну, да, ну, видите, какие-то проблемы художественные возникают. Я могу совершенно точно и конкретно определенно сказать, что ваша работа сейчас выставлена в Доме художников на проспекте мира, то есть вы являетесь участником выставки Олега Пономарева, которая называется объект реализации проекта «Горизонтальная линия» в Доме художников на проспекте мира, то есть вы в данном случае выступаете как художник. Олег, встань, пожалуйста, журналистом. Журналистом? А, ну, давайте. Ах, да, расскажи вам. Сейчас я вам рисую. Я сейчас постараюсь, когда... Микрофон. Держи. Микрофон. Я тоже не знаю. Да, чтобы стать журналистом, нужно микрофон научиться держать, значит. Да. Сейчас научим. Мне кажется, что сочетаются прекрасно. Так, Олег, я понимаю, что у тебя как все-таки удобно. Какой стиль вообще не выглядит? Нет, давайте вы стиль общения выберете. А я уже буду... Ну, ладно, это надо быть. Олег, что же надо? Я вам включаю. На ты? На ты, да? На ты, конечно. Олег, спросите вас, пожалуйста, как залить? Что там в Японии? Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете в этом зале в то время, когда здесь находится вот и все, что вы видите, да, и не нахожусь здесь я как бы... Когда вы говорите, микрофон не так. Когда нахожусь здесь я, что-то говорю, да, мои картины, мои действия какие-то, мои предложения, что вы вообще чувствуете? Так, я... Вы знаете, я... Какое-то смятение. Честно говоря, вот я еще как-то не проникла в ваш внутренний мир. Плохо, не понимаю. А... Вот я говорю искренне, да. А как-то какое-то смущение испытывает. Скажите, пожалуйста. И вот вам нужно очень долго быть. Или вас, знаете, лучше. Ну, что-то, что-то дискомфортное из-за этого. То есть, какой-то дискомфорт... Какой дискомфорт? Нет, но в этом, видимо, виноват я, поскольку я как бы... Нет, а почему за это? ...со это устроил? Почему мы должны все время спрятать в этот пол? На самом деле... Ну, здесь так можно было бы разговаривать о том, что такое комфорт, что такое дискомфорт. Ну, на самом деле, я ориентирован на то, чтобы каждый человек, в принципе, испытывал комфорт. Ну, то есть... Значит, цель такая? Цель такая. Но комфорт именно, как бы, такой человеческий, то есть, какой-то первоначальный. Как бы, вот. Ну, нельзя ты такой расслабленный, да? Да. Просто ты сидишь, ты бездумный, не хочешь волосы напрягать. Это не такой комфорт. Нет. А после кого-то... Да, вот первозданок. Да, да, да. Мне было интересно, конечно, сразу же возникло вопрос, зачем. Просто вот инстинктивно, потом ответ, не зачем. А сейчас мне просто интересно, я даже 8 минут. Все очень комфортно ощущаю, очень комфортно себя ощущаю. Мне кажется, что такое безобразие как раз и стоит жизнь. Это куда лучше, чем новое. Ну, иди-два... Мне важно вступить в разговор с любым зрителем, тем самым, как бы, от моего существования здесь, как автора выставки, но как бы оправда. То есть я здесь существую для того, чтобы будут разговаривать и... Ну, я как бы часть выставки, в данном случае. Экспортно? Да. Экспортно выставки говорящий, как бы, и вот... То есть делающий выставки, в то же время часть выставки. Но насколько вот моё участие здесь соответствует... Ну, то есть насколько, как бы, это решает задачу, я, ну, не знаю, но я пытаюсь здесь. Имя состояние какого-то изначального первозданного коммуника создать. То есть вы здесь находитесь на уровне экспоната, вы здесь проясняете, чтобы на уровне объясняти, да, скажем так, комментаторов. То есть экспонату ещё раз нужно кому-то объяснять? Нет, здесь просто вот стирается... ...сильно... ...вот эти вот понятия, субъект-объект, тем самым. В заключении, случайно, не могу на это и перейти. Потому что, мне кажется, у вас такой битвы-мир сложный, такой малодоступный, что это очень хочется уважительно говорить. Да нет, это просто, видимо, от того, что... Не надо, товарищ журналист. ...от того, что мы очень недавно знакомы. И всё-таки, Валерий, вот ключ какой-то к твоим картинам, к твоей выставке, если ты не хочешь... К ключ, я думаю, просто. То есть это как какая-то информация о теории, истории современной искуски. И не только современной, а о искусстве вообще. То есть я не случайно как-то вот эту... Представляю, здесь я на работу классические тексты, которые включают себя горизонтальные линии, и классические тексти, и продукция похода 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 похода.